В Химках на 90% завершили комплексное благоустройство дворов. Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с жителями проверил ход работ. Так, во дворе дома номер 9, дробь 1 на Юбилейном проспекте обустраивают детскую и спортивную площадки, а также ремонтируют тротуар. Во дворах домов номер 6 и 8 на улице Парковой обустраивают современную игровую зону. По поручению Дмитрия Волошина работы завершат в ближайшее время. Мы идем ударными темпами, находимся в графике. Самое важное, наверное, что стоит отметить, что все площадки абсолютно без исключения собраны и согласованы с нашими жителями. Вся инфраструктура, расположение малых архитектурных форм, как жители нас просили, в какой именно конфигурации они хотят видеть свой двор, именно в такой конфигурации мы эту работу выполняем. Детская площадка – это центр притяжения жителей. Здесь юные химчане общаются, развиваются, проводят время на свежем воздухе. Для Дарьи Витковской мамы двоих детей важно иметь рядом комфортные игровые пространства. Мы часто проводим время на детских площадках, так как в семье двое детей и ждем, когда в нашем дворе появится новая благоустроенная, прекрасная, комфортная площадка. Заместитель главы городского округа Денис Воловников рассказал, сколько дворов обустраивают и обновляют в 2023 году. В этом году мы благоустраиваем 43 дворовые территории, в том числе три губернаторские детские игровые площадки. Уже они готовы. Из 43 дворов полностью благоустроены 37. Еще по шести адресам работы завершат в октябре. Жители химок замечают, как преображается облик округа и выражают благодарность. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо за вашу работу. Всего за 10 лет в округе комплексно обустроили более 400 дворов. Каждым обновили или построили новые детские площадки. Кроме того, в рамках программы комплексного благоустройства установили 20 больших детских площадок по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ. Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.